Тебе не нравятся мои танцы? Ну, как ты считаешь, Юсь? Ты, по-моему, разрешила мне танцевать. В чем вопрос? Юсь, я разрешила тебе заниматься творчеством. Прости, а что ты сегодня плохое сделал? Юсь, стоят бабы в коротких юбках, трясут задницами. Ты единственный мужик, который, в принципе, пошел танцевать. В принципе, несколько человек, который пошел танцевать. Меня Таня позвала. Я сказал, я не пойду. Сказал, пожалуйста, я вышел. Мне не трудно было. Ну да, конечно. Я ничего не... То, что дозволено, недозволено, я не делал. Ну, Юсь, никто не пошел, ты пошел. Вот все сидели, ты пошел. Позвали, я пошел. А ты мог бы не пойти. Почему? Прикольная песня, я пошел танцевать, отвлекся. Никто не пошел, Юсь, пошел. Да, потому что я лучше. И меня пригласили. Так именно поэтому, Юсь, ты так и думаешь. Понимаешь? И тут, о! И Саша позлю. А то, что Саша раздражает, плевать. Я не думал, что я позлю в воскресенье. Да ты мне с вами не думал, Юсь. Давай уж по-честному. Так я еще тебя не люблю. Я тебе это сейчас не сказала. Но то, что я во мне не думал, это факт. Так давай, я тебя не люблю еще. Давай, говори. Я тебе это сейчас сказала? Ты сейчас хочешь? Я сейчас между строк, Саша. Сейчас ты хочешь сказать, давай, говори. Я ничего тебе, говорят, не собираюсь. Нет, сейчас. Не хочу, не собираюсь и не буду. Ты ничего не хочешь сказать, потому что не хочешь сказать. Потому что ты не хочешь сказать, потому что ты не уважаешь. Ты не уверенный, закомплексованный мальчик. Я? Который напридумывал себе какой-то непонятный чушь. Хорошо, Саша. И меня это, на самом деле, уже начинает поднапрягать. И в любой удобной для тебя ситуации ты пытаешься меня уколоть. А пускай знает свое место. А пускай привнует. А пускай еще там что-то. Хотя мы с тобой, блин, обо всем договорились. Опять начинается. Ну окей. Я говорю, ты хочешь жить так, ты говоришь о какой-то семье, а в семье так происходит? Что ты меня обидел? Ты даже прощения у меня не попросила. Начнем с этого. Ты видел, с какой, прости, рожей я сидела? Тебе плевать. Что ты закрылся, что-то не поймал? Микрофон надел быстро. Микрофоном кидать? Что, охренел? Я к тебе его кинула, положила рядом, придурок. Что ты меня кинула? Нормально. Что ты меня бьешь? Ты придурок. Что ты в меня попала, если что, в губу? Какой губу? Я кинула вот сюда, вот рядом с тобой. Ненормальный. Сейчас вру по-твоему, что ли, хочешь сказать? Я не знаю, зачем ты это делаешь. Ты больная, ты попала мне в губу, Саш. А куда еще? Что не в зубы, там не в голову, не знаю. Кинула вот сюда его. Вот сюда он приземлился, прикинь. Ты в порядке? А ты? Ты даже не извинился, есть начнем с этого. Что ты сказал, извиниться, тебе что-то не понравилось? Чего? Как ты так сказал? Буквально полчаса назад. Не сказал ты этого, вообще-то этого не сказал. Сказала, извинения твои мне не нужны вообще-то, если что. Ты вообще этого не сказал. Все, Саш. Тем лучше. Саша, угомонись. Нет, а что? Прекрати. Я должна прекратить? Ты не извинился даже, тебе что-то извинился. Я извинился, я. Где ты извинился-то? Саша, ты на вложке не снимаешься. Это сейчас. Если ты будешь сниматься на вложке, мы с тобой расстаемся. Я поставил тебе условия. С чего вдруг? С того. А ты тогда вообще не занимаешься своим творчеством. Угу, сейчас. Ага, сейчас. Если ты будешь сниматься творчеством, мы с тобой расстаемся. Так хочешь? Я первый поставил условия. Нет. Если ты мне будешь ставить такие условия. Я поставил условия. Я себе буду ставить такие условия. Я поставил. И потом не говори, что это сегодня было не на зло. Это было не на зло. Я хочу, чтобы ты меня услышал. И никогда в жизни своей так больше не делал. И я не выйду за тебя замуж, если ты не изменишься. Не ори. Я не буду там, знаешь, женой декабриста, которая будет ждать, пока ты будешь ездить по этим своим массовкам-немассовкам, пока ты будешь свои фильмы снимать, пока ты еще там что-то будешь делать. Я не буду этого делать. Прошу, а можно без массовок? Это слишком... Да мне плевать без чего. Я не буду этого делать. Потому что я хочу нормальной жизни. Если ты при мне себе позволяешь такие вещи, я молчу, что ты себе будешь позволять, когда ты будешь без меня. Понимаешь или нет? Или тебе этого не хватает? Тебе баб не хватает? Может, нам третью в кровать привезти? Саша, при чем это сейчас? Нет, а при том, ты же пошел к телкам, почему так к мужикам ты не ходишь танцевать? Ты пошел к телкам. Если там песня была ужасная, что мне... Ёсь, у нас куча приходил мужчин, исполняли прекрасные песни. Ты к мужчинам не ходишь? Ёсь, ты не ходишь к мужчинам? Так что песня отвратительная, правильно? Нет, потому что ты в принципе просто привлек к вниманию баб. А сейчас этого не хватает тебе. Потому что ты весь такой типа оля весь в телках, а тут, блин, ну как же так? Ну я не могу. Я тебе тогда за скю, ты просто так высказала? Потому что, блин, ты бы видел свое лицо, когда, блин, ты кому-то докасаешься, когда ты трогаешься до чужой женщины. Просто видел свое лицо, у тебя просто прям... Саша, ворота там. Да поцеловать-то дай тебе. На, ну поцелуй. Ну, поцелуй. Ну, Ёсь, я сейчас спаду. Ну, приподнимись и поцелуй. Да у меня сейчас папа будет видно. Ничего страшного. Сейчас она уже твоего папа видела. Так? Ну, это нормально, Ёсь. Ты специально делаешь, чтобы тебя не целовала? Почему поцелуй? Ну, потому что ты сейчас рыгнул. Это нормально? Ты насела на меня на живот, Саша. Все, давай. Ёсь, ты меня сейчас рыгнешь в лицо, блин, или что? Ты что, дура, что ли? Ну, а что ты сейчас делаешь? Целую тебя. У тебя вообще проблемы с головой? У меня? Зачем ты хорошо только что так сделал? Что я сделал сейчас, Саша? Да! У тебя, если так в лицо сделаю, приятно будет? Ты так каждый день делаешь. В лицо? Где? Все, давай, скоро буду. Угу. Угу. А я знаю, что сейчас будет. Сейчас я уеду. Тебе скажут, о, Тед, о, Ёсь, давай на выходной. Ты скажешь, о, нет. Саша, в отличие от тебя, меня невозможно спровоцировать. В смысле? Чего? Ого, сколько раз таких ситуаций было с этими выходными, не выходными? Ты такой на Тед, вроде, ой, нет, 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 я никуда не поеду. Я с тобой говорил с выходными. Ага. Что, ага? Что ты мне со мной говорил? Я вчера говорил с тобой про выходные, нет? Про какие выходные? Про мои. Когда? Через неделю. Ты мне об этом вообще не говорил. Все ночи говорили, Саша. Ты мне не говорил, что через неделю поедешь на выходные. Не сказал, что поеду. Я хочу где-то через неделю, сказал, где я здесь ездить. Ты не помнишь этого? Я помню этого, но ты не сказал, что через неделю или еще там когда-то. Я сказал, через неделю, ты что? Ну, я представляю, говорю, сейчас, короче, на третье. Да выходи уже в ворота, Саша. Давай, короче, Саша же на тобой издевается. Давай ей отомстим. Ты что придумываешь за всех? Давай сделаем вид, что, ой, ты типа ушел, давай ее разыграем. Или, ой, давай ты уедешь на выходной. Саша, все параноием? Или еще там что-то. До таких ситуаций с выходными своими была целая куча. Тебе сказали, просто в ворота выйти. Ёсь. Че ты меня достаешь? Ну, че, Ёсь? И, кстати, через неделю ты хочешь на несколько дней, да, уехать? Почему на несколько дней? Во-первых, еще нет той недели. Во-вторых, еще ничего не говорила. Ну, на несколько дней, да, хочешь? Нет. А на сколько? Саш, откуда я знаю, неделя еще не прошла? Ну, ты хочешь на несколько дней, я тебя спрашиваю. Я сказал, нет. А на сколько? Откуда я знаю? Ну, на день, на два. Так я еще никуда не еду, Саш. Ну, ты же говоришь об этом. И что? Я вчера тебе говорил, ты не помнишь этого уже. Ну, круто. Ну, круто. Давай на несколько дней уедешь. Спокойно, можешь выйти в ворота просто, а не доставать меня? Нет, почему-то я беру тебя с собой на свой выходной, даже если я домой еду. Ну и что? Я еще никуда не еду. Да нет, Йось, ничего. Ты придумал какие-то псевдолегенды для того, чтобы поехать увидеться с друзьями. Чего? Чего? Я тебе сказал, что это не так. Йось, ну это так. Ты будешь за меня решать, как это или не так. Я слишком хорошо знаю тебя, Йось. Ты слишком плохо меня знаешь. Ты все равно знаешь так, как ты посчитаешь нужно. Ты сам, что это к чему сейчас ты выходишь в ворота, и ты выносишь мне мозги? Я не знаю, что я мозги. Ты скажешь, выйди в ворота, и ты стоишь, но выносишь мозги. Я-то выйду в ворота. Хочешь на выходные поехать? Я говорю, вот, пожалуйста, иди туда, в то административное здание, отпрашивайся, и едешь сегодня. Все, до свидания. До свидания. Говорю, я приеду, а тебя здесь нет. Можно сказать, что ты на ворота уже вышла? А потом, ой, сторисы, а я стелками зажигаю, или еще с кем-то. Или как вчера ночью. Ой, Саша, мне надо поехать к дяде. А на самом деле, я потом читаю переписки. Блин, у меня, короче, не получилось, потому что я с Сашей поехал. А не получается у меня вообще никак с тобой увидеться. Мы поехали к подружке Саши на день рождения. Никак не получается с тобой увидеться. Да и я, в принципе, постоянно с Сашей выезжаю на выходные, поэтому у меня с тобой не получается увидеться. И каждый раз так с твоими подружайками. И не только с подружайками. Перечитай свои переписки. Я сейчас думаю, что они что-то делят в твоей телефон, я это делаю очень хорошо. До свидания. Саша, ты дура. Ты хотя бы читать, тогда научись. Я умею читать. Нет, Саша, ты не умеешь читать. Со всеми твоими подружайками, со всеми твоими друзьями. Только как раз-таки вот к этим вот самым важным друзьям ты меня и не возишь. Зато ты меня возишь, я бы сказала, куда. Да, Саш. Да, Юс. Ты еще повози к важным друзьям. А ты не писал такого, хочешь сказать? Нет. Все, Саш. От Влада я не отказывалась. Верь, пожалуйста. Во-первых, у тебя что ты мне сейчас доводишь? Вместо своей кошелки, с которой, как ты говоришь, учился, ты мог бы поехать к мужику, если уж на то пошло. А я разберусь, куда мне ехать. Вот видишь, я разберусь. Саша, ты хочешь довести меня? Я тебя довести? Нет. Ты можешь спокойно выйти в ворота? Просто опять ты придумываешь какую-то ложь, потому что я знаю, что такой человек, ты все равно сделаешь так, как ты посчитаешь. Ты спокойно можешь выйти в ворота. Тебе понимают на то, что я говорю. И в принципе тебе на все плевать, что касается меня. У тебя есть свое, и ты любыми путями это обойдешь. Это то же самое, что было тогда с этим кино, с этой встречи-не встречи, совсем-совсем-совсем. Тебе пофиг, ты вот так вот любыми путями, для тебя не важно, обманешь ты меня или не обманешь. А потом скажешь, ой, а это была неправда, или еще там что-то. Тебе плевать, в общем-то бьешь свою цель любыми путями. И не важно, в каком как бы свете я выгляжу. Саша, у тебя в голове есть задача какая-то мне довести? Какая задача? Теперь сказали, выйти спокойно ворота. Я выйду в ворота, я выйду в ворота, Ёс. А пока дойдешь, ты сдохнешь там по дороге. Да, Ёс, сдохну по дороге. Вдохнешь? Сдохну. Так иди уже. Отдыхай. Ну, здравствуй, Саша. Здравствуйте. Еще раз. В первую очередь я хочу попросить рассказать о том, как ты сбросила уже 5 килограмм, потому что, если честно, там все мои знакомые думали, что у тебя это не получится сделать. Как тебе это удалось? Продерживаюсь правильного питания, которое мне составлял дитя, то я уходила в спортзал. Как тебе даются эти тренировки? Сложно. Я тебя посадила в это красивое кресло, потому что мы сегодня будем делать такой необычный королевский процесс. И ты знаешь, что мы говорили с тобой о том, что есть душа в каждом теле человека, и тело как храм. Вот как ты думаешь, какой твой храм? Помнишь, мы говорили о том уже, как ты видишь свой замок, свое тело. Как думаешь, что-то изменилось или нет за это время? Нет. А ты бы хотела, чтобы изменилось? Сейчас нет. Можешь сказать, почему? Ну, не хочу. Не хочешь сказать или не хочешь, чтобы что-то изменилось? Ну, нет настроения. Что бы ты сейчас хотела сделать? Поехать на поляну. И что бы там было? Поговорить с Йосей. Если бы ты поговорила с Йосей, что бы ты ему сказала? Ну, я же не буду там говорить. Почему? Не хочу. Какой бы ты хотела финал вашей встречи, вашего разговора получить? Чтобы мы помирились, всего нормально. То есть вы так поссорились, что ты думаешь, что нужно специально что-то делать, чтобы помириться? Это само собой не случится, правильно? Конечно, нет. А кто виноват в ссоре? Ты или он? Оба. В чем твоя вина, ты знаешь? Я не хочу об этом говорить. Ну, а как мы с тобой тогда будем общаться? Не знаю. Я на самом деле даже не злюсь, не обижаюсь на нее. Так а что именно она тебя предъявила? Что ей не понравилось? Сам факт то, что ты вышел? Разумеется. Ты что, вообще с истерикой, что ли? Не, просто мы говорили уже об этом, ей не нравится вся эта фигня. Я не знаю просто, что ей уже может нравиться, что может не нравиться. Не, если честно, то... Она просто собственница и не хочет ничего менять. Ну, это я уже тоже увидел. Если честно, то мне хотелось бы с ней поговорить, но я как понял, она к психологу уехала. Да. Слушай, и постоянно у вас так? Да вот нет. Вот. Вот только вот вчера так и было. У психолога. Надеюсь, психолог ей поможет. Готова ли ты сейчас приступить к работе, на время оставить эту проблему и посмотреть, что с тобой сейчас происходит? Нет. Ты почему не готова? Ну, потому что, говорю же, у меня мысли все там. Почему ты не можешь ему позвонить? Ну, потому что у нас телефонов нет. А что, если мы с тобой сейчас пошлем ему посыл такой энергетический, чтобы он почувствовал, что ты переживаешь, что ты думаешь о нем? Не получится. Почему? Не почувствует. Почему так думаешь? Ну, потому что ты Йоси. Все люди чувствуют? Нет. Не все. Кто не чувствует? Ну, не все чувствуют. Ты чувствуешь? Чувствую. И что ты сейчас чувствуешь? Ничего не чувствую. Я правда... Ну, давайте ее закончим быстрее, пожалуйста. Мы с тобой еще не начали даже. Хорошо, давайте быстрее начнем, быстрее закончим. Ну, твоя сейчас такая ситуация, когда ты не хочешь убирать боль из тела, хочешь в ней пожить. Я боль не хочу убирать. Я хочу решить проблемы свои. И все, как бы сейчас вот то, что здесь происходит, мне правда неинтересно. А какие проблемы ты хотела бы решить? Я же уже ответила с Месси, с Йосей. Ну, это твое решение. Ты мне сейчас должна сказать, ты готова работать или не готова. Ну, а что делать тогда будем? Не знаю. Ну, я не работаю с теми людьми, кто не готов работать. Я не буду, я же не насильник. Я не буду тогда работать. Хорошо. Прикиньте, ха-ха-ха! Я же ей это типа запрещал, а типа нет. Классно мы выворачиваем, Ёсь. Что я по итогу тираю. Да вообще я не понимаю. Типа я запретил ее обложке сняться, а потом на месте пошел, из-за месте пошел танцевать. То есть ты станцевал с девочкой какой-то, что ли, да? А ультимата мне не ты ставил вчера, если ты будешь сниматься на этой обложке, мы с тобой расстаемся. Телки танцевали под песню, и он вышел, он даже рядом не коснулся, даже нож, мизинчиком. Он просто вышел и станцевал, как там некоторые движения вместе с ними. Все. Он даже не смотрел на них. Она апеллирует тем, что это была месть, потому что я запретила сняться в обложке. Разумеется. Тот никогда не танцевал, а тот решил пойти танцевать вокруг телок. Слушайте, песня была прикольная, я был не вокруг, а спереди. Знал прекрасно о том, что меня это будет бесить. Я не думал об этом, я думал, ты нормально все, на что я реагируешь. Что ты думаешь, Ёсь, весь коллектив знал, а ты нет. Что ты зачесываешь? Ну, зачесываешь ты. Зачесываешь ты. Ты говоришь, что я про бложку, это неправда. Да я понял, я тиран, господи. Тебе главное, чтобы я был тираном, хорошо, а что платят, что ли? Ёсь, ты что, ты жертва. Только знаешь, я просто в открытую хотя бы какие-то вещи говорю, а ты, ой, камера отвернута. Ну ты, значит так, ты, ты никогда в жизни. Все прекрасно? Подбери, здесь висит что-то с двумя колокольчиками. Подбери, вот здесь висит. Все прекрасно, я тебя спрашиваю. Да у меня все идеально, я даже на тебя не обиджен. Ты на меня? Может быть, ты правду наконец научишься говорить? Классно сейчас все так выкручивается. Пошел к черту вообще. Иосиф, который? Реально, я это вранье еще слушать буду сейчас стоять. Ну, это вранье откровенное, что он не специально это сделал. Это на зло было. Он на зло ей танцует, конечно. Танцевал так красиво, но зачем? Он никогда не выходил. Слушай, никогда этого не было. И тут, ой, просто так решил пойти. А сейчас выставляют то, что я тиран. Вообще, во. Ну, а кому бы это? Это логично. Сережки подымал там. Подымал сережки, прикажет, да, ой, там, танцуем. Такой сиял весь, а он все говорят, выпустите, выпустите на тебя, чтобы... Сейчас посмотрим, как ты будешь улыбаться. Чьи сережки поднимал? Танцовщица эти? Да. Ой, сейчас шпайдой скажу. Не танцовщица, а певица. Певица, певица. Сейчас хайдой еще скажу. Ёсенька, а ты же у нас еще сережки поднимаешь у всяких тевок, да? Кого поднимаю? Ой, сережечка упала, дай-ка я подниму. И че? У кого это? У Котовой в конце упала сережка, сказала, вот, пожалуйста, возьми. Не на зло, да? Нет. Просто так. Так может быть, тогда нам расстаться с тобой стоит? Чтоб ты ходил там, делал все, что ты захочешь. Я просто не понимаю. Сережечки ходил, поднимал, ты сыграл. Я поднял. Жил так, как тебе хочется жить. Я же тебя в рамки загоняю. Сашка, Сашка, ты знаешь, что ревность разрушает отношения, зайка? Реально, ты его ревнуешь. Это же на моей стране ревность, конечно. За полтора года. Ты не понял, что мне это не нравится? Вот это называется начальник. В смысле, как, я не понимаю, ты пошел танцевать, это что это значит, что я не понимаю? Да, ты пошел танцевать, понимал им там какие-то сережки, не сережки. Почему-то ни один мужик себе этого не позволил. Я не знал. И ты сейчас специально всю эту ситуацию спровоцировал сам, чтобы типа от себя отвести глазки, чтобы, ой, как же это так, мне там что-то неприятно. Я же Иосиф Аганесян, вы что, забыли? Я звезда, я всегда номер один. Чтобы я кого-то там ревновал, чтобы еще там что-то. Чушь ты несешь, Йось. Ты можешь пойти собрать свои вещи. На самом деле там ничего такого не было. В смысле ничего такого? У меня глаза есть, есть, сережки поднимал, поднимал. Дальше что? Он вышел, он потанцевал, потому что он танцор, он хотел танцовать. С телками? Он вышел, он не прикасал, он не прикасал. Еще бы он до кого-то дотронулся. Он рядышком, в сторонке потанцевал, потанцевал, ушел. То, что он был неправ, я ему тоже сказал, что, ну, Иосиф, не надо было выходить. Это ты сейчас говоришь. Он сам это все знал. Говоришь, ситуация была спровоцирована. Саша, смотри, а если я сейчас собираю вещи, твоя реакция будет какая? Да мне плевать, Йось. Нет. Я сказала, мне плевать. То есть я собираю вещи, ты будешь на это все смотреть? Мне плевать. А-а. Я-то думала, он исправился, а он не исправился. Смотри, хорошо. Вчерашняя ситуация, вот тому пример. Саша. Говорю, а замуж я за него выйду. Он вообще скажет, да и пофиг, она уже точно никуда не денется. И будет себе еще больше позволять. Ты сейчас похудеешь, похорошеешь. Почему? Он не будет себя так вести, Йось. В смысле? Перестань. Причем он любит ее такую, какая она есть. А при всем похорошесть. И так сейчас все прекрасно. Ничего ей здесь надо делать. Чего вы всякую фигню несете? Я просто имею в виду, что ты же не будешь больше изменять. Да кого он и не изменяет. Изменял, Сережа, оказывается. Мы, кстати, это было неизменно, были не в отношениях. Да ладно. Сама это говори. Хочи сюда. Это твои слова были. Саша. Пошел. Иосиф, беги. Пошел к черту. Пошел, я сказала, быстро. Быстро, я сказала, пошел отсюда. Пошел. Сейчас выдохни. Сейчас выдохни. Пошел. Главное, чтобы все не спорты. Пошел. Разберусь, куда мне идти. Пошел. Я сказал, выдохни. Пошел. Хорошо. Я буду эту грязь от тебя слушать. Ты виновейший, Йось. Нет, сейчас просто скажу, чтобы она услышала, чтобы она не усугубляла. Сейчас она тебя не услышит. Друг делайте. Йосичка, пошел. Сейчас услышит, она на эмоциях сейчас. На тебя не слышит. Моцик, почему я должен терпеть? Ты сказала, это было неизменно. Ты не охренел. Ты сама это говорила, когда мы с тобой были не в отношениях. Марго, она говорила это? Ты такой? Вот скажи мне. Я, наверное, это говорила, почему? Чтобы вернуть тебя? Так, а зачем сейчас об этом вспоминать? А зачем я, что ты охренел в корень, Йось? Вот зачем? Пошел, я сказала. Пошел, я сказала. Мой, заезжай в женскую. Я, может, вспомню старые времена, как ты мне нравился. Давай, вон, да, вон. Это твое дело. Иди. Весь коллектив знал, что мне это не понравится, а Йось типа не знал. Ой, Сережечки. Ой, еще что-то. Я случайно юбочку не задел. Нет, не задел. А очень хотелось, да. Иди. Йось, иди, иди. Иди. Ты специально меня вынуждаешь? Иди. Ты специально меня вынуждаешь? Иди. Ты меня специально вынуждаешь? Иди. Иди. Ты меня будешь сейчас трогать? Нет, ты меня не будешь трогать. Я разберусь, что вы делаете. Ты будешь мне сейчас трогать? Руки убрал. Нет, ты скажи... Руки убрал. Руки трогать. Ты, му... Руки убрал, блядь, больно мне. Руки убрал. Плачь. Руки, му... Убрал свои, му... Вообще, ко мне подходишь. Иди, сука, к траха и п***я конченых шлюх, понятно? Знаешь, что, твое высокомерие перешло все границы. Я понимаю, сейчас у тебя растет карьерный рост, ты можешь делать все, что хочешь, но... У меня растет. ...манипулировать мной... ...и подходи ко мне близко. У меня растет, я тебя спрашиваю. И подходи ко мне близко. Я тебя спрашиваю. Отойди от меня. Но этого, сука, хоть один раз была такая претензия. Отойди от меня. Если человек один раз изменил, он изменит и не один раз. Хорошо. Все сказала. Поэтому ты можешь идти. Все сказала. Я слушал тебя. Ты куда-то шла? Какого черта ты меня трогаешь? Ты куда-то шла? Ты куда-то шла? Ты какого черта меня трогаешь? Да мне больно, ты не понимаешь? Мне не больно? Ты какого черта п*** делаешь? Да мне больно, придурок. А мне не больно? Да мне больно, блин. Ты что, не понимаешь? А мне не больно? А мне не больно, слушай, сейчас всю ерунду, которую ты несешь. В смысле ерунду. Ты хочешь сказать, что ты не трахал бабу в отеле без камеры? Причем здесь это? В смысле, при чем здесь это? Потому что оттуда все ноги, сука, растут. Ты не понимаешь. Ты башку эту боль. Пусти меня. Да, что ты твой скоротный? Да, пусти меня. Тогда иди, куда шла. Что-то стоишь здесь. Сука, какую ты делаешь? Ты больная? Я больная. Ты реально истеричка, Саша. Я тебе обещаю, что сегодня я покину. Меня хочешь. Потому что ты меняться не хочешь. Ты ничего не хочешь. Саша, что ты от меня хочешь? Чтоб ты не делал так никогда, ты не понимаешь? Я вообще никак не делаю, я не с тобой. Пошел на... Пошел на... Пошел на... Сколько раз говоришь? Сколько раз ты это... Я пойду. Пошел на... Пошел на... Говорит про любовь. Да, все. Я все пустил. Я не перебор. Не пропусти. Все, моя хорошая. Все, уже перебор. Жена. Косик. Все, до свидания. Никуда мы не пойдем. Все, угомонись. Успокойся. Успокойся, Саша. Так, все, успокойся. Ты просто... Все, не ревнуй ты его. Не надо его ревновать. Саша, успокойся. Мне так жалко ее в плане того, что... Все, успокойся, моя хорошая, успокойся. Вы иди отсюда! Вы иди отсюда! Саша, успокойся. Уйди отсюда! Саша. Уйди отсюда! Уйди! Иди отсюда! Отсюда! Саша. Реально не догоняешь? Ты начинаешь напрягать меня, Оксана, отвечаю. Слушай, замолчи, пожалуйста. Что ты лезешь? Ты что, глубь тебе 30 лет? Ты что, не догоняешься, что человек сейчас не до разговоров с тобой? Я поговорить решила. Что ты мне грузишь? Рот закрой с меня. Ты меня закрывать не будешь. Я тебе еще раз говорю. Иди в бассейн и не поплавай. Если вам нравится, когда девочка плачет, значит, вы создайте. Вообще, фальшивая, если честно, мерзко смотреть на то, как ты бегаешь за ней, пытаясь что-то выяснить. Ты что, дурачок, что ли? Два раз ты сказала, не подходи, что ты лезешь мне. Ты что, дурак, что ли? Я тебе еще раз повторяю. Ты здесь несколько месяцев, если тебе приятно смотреть на человека, который плачет, что ты в 3 лет не понимаешь, что человек сейчас не до разговоров с тобой. А к человеку можно успокоить, что мне очень жаль. Да угомонись ты. Ты привык, ты привык, ты привык, что на 30 годов, понятно, все. Что в твоей башке, кроме мышц, скажи мне, что в твоей башке, кроме мышц, В 30 лет вернулась на проект, еще будет мне о чем-то вещать, пронись. Я буду закрой свой вуалет, как я раз говорю, проглась. Какой ты не справа на меня орать? Ты человек чужой для нее, что ты лезешь вообще? Я тебе еще раз объясняю, я не могу смотреть, когда человека плачет, понял я? Аксак, ты сидела и смотрела, ты говоришь я не могу смотреть, сидела и смотрела. Когда он ее ударил, я к ней подошла. когда он уже ее ударил. Это уже было не смешно. Зачем ты сейчас летишь туда? И ты тоже закрой рот. Слушай, я сейчас закрою рот. Чего ты мне рот затыкаешь? Чего ты рот не затыкаешь? Рот будешь закрывать мне? Не будешь. Закрой рот. Закрой рот. Рот закрывать не будешь. Ты что-то музыка. Ты что? Ты решил меня пушить? Не надо закрывать. Я не могу пушить. Слушай, ты зато успокоилась. Смотри, зато понимает такой видимо разговор. Тебе нужен психиатр. Потому что кроме своей правды ты не слышишь вообще никого. Тебе плевать на твоего мужчину. Тебе плевать, что он тебе доносит. Ты говоришь, что он не хочет ни свадьбы, ни детей. Ты позволяешь себе поднимать руки. А зачем мне хотеть от тебя свадьбу, детей, когда ты поднимаешь на меня руку и орешь на меня матом? Я на тебя не поднимал руку. Блин, ты меня одушил несколько раз. Это нормально. Ты меня повалил на тело. Я не позволю, чтобы на меня поднимали руку. А я должна это позволять, чтобы на меня поднимали руку. Я только сделал это в ответ. Вот и все. Какой ответ? Я тебя схватила за эту руку. Это нормально. Я тебя спрашиваю. А ты что сейчас в слезах задыхаешься скажи? Это нормально. Я тебя спрашиваю. Саш, в принципе, ненормально сейчас делать так, как делаешь ты. В принципе, ненормально было делать так, как ты сделал вчера. А что такого сделал плохого? Ты мне поклялся и пообещал, что такого больше никогда не будет. Где Вера тебе? Где? А что сделал? Где тебе Вера? Саш, Веры нет тебе. Потому что ты сейчас говоришь, что я тиран. Я тебе запрещаю сниматься на обложке, хотя это вообще не так. Конечно. Вообще все не так. Мне настолько плевать. Все, я сказала. Мне все надоело. Я не хочу здесь оставаться. Я не хочу. Ты не хочешь вставаться. Ты сама до этого довела. Ты сама это сделала. Расскажите мне, пожалуйста, ребята, Это ли любовь, когда девочка с утра пораньше просыпается и посылает своего парня на три буквы? Нет, это не любовь. Это ли любовь, когда девочка выгоняет своего парня из комнаты? Это ли любовь, когда девочка бьет своего мальчика на людях, унижает его? Всем своим видом показывает, что у него нет мужского стержня, и что она в семье главная, и что она начальник. Это ли любовь, Саня? Мне надоело, что меня здесь постоянно выставляют не тем, кем я являюсь. То есть ты считаешь, что я тебя выставляю не тем, в чем ты являешься? Постоянно. Кто сегодня провоцировал Йосю? Кто его посылал, кто его пихал, кто его бил? Помоги мне быть объективной. Я. Кто ему вчера забыл дохином, микрофоном разбил губу? Ну, это было случайно. Суть в другом. То, что она думает, что это была месть, то, что я вышел потанцевать. Это не была месть. Она не понимает и не слышит, к сожалению, этого. У нее есть своя правда и свою правду, а она не слышит. Давай, объясни всем свою правду. Мы сидели, и Литвинов мне решил отомстить. Подходит кот, я говорю, что я не пойду танцевать. Она такая, нет, пойдет. Говорю, не пойду. Меня ведь начинает толкать. Говорю, хорошо. Ну, я думал, что пойдет со мной. Он не пошел. Ну, я танцевал. Все, я не смотрел, в принципе, ни на кого, кроме как вниз и на камеру. Все. И я, в принципе, даже не думал, что будет какая-то месть, что Саше будет от этого плохо. Она провела аналогию с тем, что я в шуточной форме запретил ей сниматься в обложке. Хотя я не запретил. Просто весь день. А, поняла. То есть, Саш, он тебе запретил сняться на обложке. Он мне поставил ультиматум. Если ты снимаешься в этой обложке, мы с тобой расстаемся. Я тебе поставил ультиматум только тогда. А что, там была стеленью съемка? Там голый. Когда я тебе поставил ультиматум, Саш, до этого ты мне вскрыла весь мозг из-за танцев. Только потом поставил ультиматум. То есть, я так понимаю, что Йося не устроила твоя фотосессия на обложке журнала. Поэтому за это он пошел танцевать, за это он от тебя получил. Правильно, Саш? Я не знаю. Саш, мне сложно с тобой так разговаривать нормально. Ответь, пожалуйста, на мой главный вопрос. Почему вы чуть не подрались? Да нет, мы не подрались. Просто когда на меня, в принципе, идут с напором и пытаются уже поднимать руки, я не выдержал и повалил ее. Все. А почему она с напором на тебя поднимала руки, Йость? Да я не понимаю. Она всегда пыталась доказать, что уходи, уходи. Хотя я в душе понимаю, что она не хочет, чтобы я уходила. Почему тебя выгоняли? Вот я и не понимаю. Саш, вот он не понимает, почему ты его выгоняла? За ужасное поведение, я уже сказала. Хорошо, ну объясни, что Communications. То, что я потанцевал, даже не смотрел никуда. Ты знаешь, как я к этому отношусь. Почему весь коллектив знает, как я к этому отношусь? Да потому, что в этом танце ничего не было. Нет, одно дело. Если бы там даже было хотя бы что-то, чтобы ты придралась к чему-то. Там вообще ничего не было. Ну, еще бы там что-то было. Саш, у тебя так душит ревность, что ли? Оля, это странно. Всегда как бы так было. Нет, Саш, это странно. А знает о том, что, говорю, мне это неприятно, мне это не нравится. Об этом все знают. Ему вчера даже сказали, вот Ебаров я слышала, орался делать. Типа, ты что, вообще, Чернов в студию, Чернов в студию. Ты пытаешься найти подвох в том, где его нет? Зачем? А если бы ты вчера никуда не пошел, было бы сегодня все хорошо. Я бы не сорвала съемку у психолога, потому что я, блин, сегодня с этого психолога бежала. Знаешь, почему? Потому что у меня были с тобой вопросы, Нершон. Я говорю, извините меня, пожалуйста, мне очень сложно. Я поссорилась с своим молодым человеком, я должна это все решить. И что я получила? Я приехала сюда, и все только усугубилось. Она сама меня накручивает. Вчера вообще втерла то, что она специально поссорилась с Сорогой. Говорю, зачем? Это правда. Что за бред? Ну, это правда. Так ты сама себе это вкручиваешь. Мне поплевать на Сорогу. Если бы тебе было плевать на Сорогу, мы бы месяц не обсуждали твою ревность. Очень удобно, просто Йоси получаются. Камера не смотрит. Да, Саша, что ты? Я говорю, а я хотя бы говорю в открытую. Йоси, скажи, пожалуйста, ты против того, чтобы Саша снялась на обложке журнала? Нет. Саша, смотри, Йоси не против? Снимись, пожалуйста, на обложке журнала. Я бы и так снялась, Оля. Это даже не обсуждается. Но даже сегодня, когда ко мне подошел фотограф, мы начали обсуждать этот момент. Он, что, до тебя уже обложку готовит, да? Классно. Прямо перед выходом. Саша, а что Йоси сделал такого, что ты его сегодня 10 раз выселила из комнаты? Ну, он мне очень много всего сказал, Оля. Так, давай-ка, по порядку. Я не хочу это даже вспоминать. Она мне не простила измену до сих пор. А опять снова здорово? Для меня это страшно, да. Он сказал, что не было измены. Я сказал, что мы не были в отношениях. Йоси, не начнешь оправдываться. Я не оправдываюсь. Господи, мы прошли это уже. Зачем это вспоминать? Потому что ты это сказал опять сегодня. Мы это прошли. То ты просишь прощения каждый день, то ты говоришь, что вообще это было не в отношениях. Ну, я не хочу, Оля. Сейчас будут заводиться. Я не хочу этого. Да ты, мне кажется, с самого утра заведена, Саша. Я виновата. Я и тебя раньше искала. Я плохая. Тебя никто виноват и не выставляет. Йоси, у меня к тебе предложение. Что? Вот если тебя, Саша, сегодня весь день выгоняла из комнаты. У нас есть один пустой дом. С сегодняшнего дня ты переносишь туда вещи и живешь там. И тогда мы посмотрим, как дальше вы будете ценить свои отношения и вашу любовь. Мы, конечно, очень уважаем вас, ведущих, но мы этого делать не будем. Нет, вы будете это делать. Нет, мы не будем это делать. Нет, вы это будете делать, Саша. Мы все равно и мы вопросы будем решать вместе, а не по отдельности сто процентов. Саша, ты сегодня кричала. Оль, не важно, что я кричала. Мы в сердцах все что-то кричим. Оль, вы хотите дальше меня провоцировать, я не понимаю, или что? Можно я скажу? Это только усугубит. Ну вот почему ты сейчас молчишь? А что ты ступаешь? Нет, почему ты сейчас молчишь? Пусть Оля закончит. Саша, знаешь, почему он молчит? Потому что он в душе согласен. А, ты в душе согласен. Вот Рома Гриценко, скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, пойдет ведь им это на пользу? Я считаю, однозначно пойдет. Я считаю, во-первых, Александра Черно реально перестала ценить то, что делает Йоси, потому что я помню те моменты, когда он, грубо говоря, Черно и взад, и вперед, и влево, и вправо швырял, и она бегала за ним, как миленькая, в слезах, там и прощения просила, и все остальное. А как только он изменился, из кухни не вылазит, и реально ей помогает, и на многие вещи закрывает глаза, и причем я в этом его не поддерживаю, и отчасти он виноват в том, что Черно такая, потому что ты слишком прогнулся и стал слишком мягким. Я считаю, что, безусловно, переезд пойдет им на пользу. И еще у меня такой вопрос. Почему, Йоси, нельзя просто танцевать на сцене, и, как ты говоришь, вот, ты не прислушиваешься ко мне, весь коллектив знает, а когда он тебя просит вести себя как девочка, не хабарить, его не перебивать и уважать, ты себя так не ведешь. Если он меня об этом просит, я уже предложила решение проблемы, я отвечу тебе, я предложила решение, если тебе это не нравится, отвечай сам. Перевозите правильно его в общий дом, я посмотрю, как будет Черно готовить сама себе. А, Ибаров? Тут, конечно, пипец, что творится. Я просто не хочу здесь по поводу Саши поддерживать в том, что она выгоняет своего мужика, конечно, это неприемлемо. Но, Йось, ты же прекрасно понимаешь, что ей не нравится. Вот у нее есть вот этот комплекс ревности. Ну, никуда ты его не выбишь и ничего ты не сделаешь. Ну, ревнует она тебя, да, ну, не нравится ей постоянно, что ты там, грубо говоря, танцуешь с бабами. Это мы понимаем, что здесь ничего такого особенного нет. Но ей тяжело это принять. И еще я хотел добавить, пожалуйста, прям помарочку. Саш, вот здесь ты тоже, вот я к тебе очень хорошо отношусь, но здесь ты вот как эгоистка себя ведешь. Значит, получается, ты говоришь, не обсуждаются вопросы, я буду на обложке журнала, получается, а он вроде якобы... Это не мое решение. Вот в этом я не могу тебя понять. Понимаешь, это не мое решение, в том-то и дело, что у нас есть определенные правила проекта. А здесь, прости, ты можешь... Конечно, сейчас тоже не твое решение, Саша. Нет, Оль, мы не будем... Идеальный пример, сейчас тоже не твое решение. Саша, это точка. Почему на обложку ты не могла сказать, я не буду, и это точка? А здесь можешь. Почему? Потому что... Это тоже решение ведущих, оно не обсуждается. Я сказала, мы разъезжаться и будем... Саша, ты, наверное, не видишь со стороны, как смотрится Йосиф в вашей паре. Он смотрится как тряпка. И мне обидно, что он выглядит именно так. Ты убила и съела в нем все мужское. Что убила и съела? То, что прошу, блин, не танцевать с бабами, классно. Послушай, ты используешь его как пухарку? Я использую, Оль, это исключительно его инициатива. Хорошо, неважно. Слушай, человек встал и потанцевал перед камерой. На глазах у всех на виду один танец. Да захотел, Саша. Мне не нравится это. Да просто захотел, а ему нравится. А ты будешь учитывать то, что его... Ты будешь учитывать его желание? Сань, вся проблема в тебе. Саш, почему ты сейчас плачешь? Вот объясни мне. Да потому что я... Слушать эту х***ю неделю. Что я х***ю, что я х***ю откатаюсь. Да я х***ю. Дойди, что ты сидишь здесь. Выйди. Матами, нет, матом она не будет здесь общаться. Меня это бесит. Если она не находит слов, это ее личные проблемы. Весь, а твое мнение не учитывается. Понимаешь, оно просто неинтересно. Давай, накидывай дальше. Ну что же. Можно просьбу? Да. Можно мне с братом выехать отдохнуть? Пожалуйста, а где брат-то? Серьезно? А брат-то где? А, пожалуйста. Я очень скучал. Серьезно? Не, ну я хочу поддержать Йосю. На самом деле, я бы в любом случае... Сегодня Йося переносит самые необходимые вещи на пару дней в ВИП-дом. А завтра ты можешь со своим братом выехать отдохнуть. Не надо меня благодарить. Я даже сейчас ты замолчал. Не знаю, есть ли здесь... Даже сейчас ты замолчал. Даже сейчас ты замолчал, когда Оля тебе это сказала. А мне нужно постоянно отвечать на этот. Даже сейчас ты замолчал, зато выходной. Это же капец. А знаешь почему, Саша? Я тебе знаешь, почему скажу? Потому что он радуется этому. Это ты замолчал. Понимаешь, это для него радость. Не отдыхай, Бабер. Поддержи. Нет, я знал, что я выселяться не буду и так и так. То, что она сейчас слышит то, что она хочет. Я просто, Оль, я не Саша, и буду постоянно доказывать что-то. Йосю, ты просто услышишь меня сейчас? Я не спросила, хочешь ты выселиться? Я вас услышал, Оль. Вот.